С последними событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. За прошедшие сутки в Ненецком округе не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. На лечении с коронавирусной инфекцией находятся два человека. Где находится Ненецкий автономный округ? Какова строганина и оленина на вкус? И что такое чумы? Малится. Москвичей познакомили с туристическим и культурным потенциалом Заполярье. На площадке дизайн завода «Флакон» прошли дни НАО. Открытая тренировка и диалог на равных с чемпионом мира по боксу. Воспитанники спортивных секций Нарьинмара пообщались с боксером-профессионалом Денисом Лебедевым. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в Ненецком округе не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения. На данный момент на лечении с коронавирусной инфекцией находятся два человека. В социальной Рененецкой окружной больнице нет пациентов с COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1095 случаев заболевания коронавирусом. Четыре из них с летальным исходом. Проведено 25100 ПЦР-исследований на выявление инфекции. Майские выходные продлятся с 1 по 10 число включительно. В связи с этим появились изменения в графике работы образовательных учреждений региона. Таким образом, детские сады, школы, учреждения профессионального и дополнительного образования идут на выходные с 1 по 10 мая. Что касается работы детско-юношеского центра «Лидер Дворца спорта «Норд» и спортивной школы Олимпийского резерва «Труд», то они будут открыты с 3 по 8 мая для массового посещения по отдельному графику для каждого учреждения. Дополнительные майские выходные дни повлияют на дату завершения учебного года. Оно перенесено на 31 мая. Проведение последних звонков состоится по отдельному графику. Более 200 человек отдали свои голоса за понравившиеся проекты по благоустройству. Голосование за формирование комфортной городской среды началось в понедельник, 26 апреля, и будет идти в течение пяти недель до 30 мая на платформе Минстроя России. 83.горсреда.ру Каждый житель региона в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за одну из трех территорий, расположенных в Нарьинмаре. Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализован в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом в последующие годы. Проголосовать можно на сайте платформы 83.горсреда.ру, зарегистрировавшись через подтвержденную запись на портале госуслуги или по подтвержденному номеру телефона. В первые дни работы сервиса фиксируются технические неполадки. Это связано с большой нагрузкой на портал. Также помогут проголосовать и волонтеры. Как сообщили в ресурсном центре поддержки и развития добровольчества Ненецкого округа, 28 апреля в ежедневном режиме в период проведения кампании волонтеры будут работать во Дворце культуры Арктика. Кроме того, с понедельника волонтеры начали выезжать на предприятия для организации голосования на местах и оказывать помощь в голосовании жителям на улицах города. Добавлю, за первый день голосования через волонтеров отдали свой голос за проекты по благоустройству территории порядка 65 человек. Где находится Ненецкий автономный округ? Какова Строганина и Оленина на вкус? И что такое чумы малятся? Москвичей познакомили с туристическим и культурным потенциалом Заполярье. На площадке дизайн завода «Флакон» прошли дни НАО. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Звуки бубна в стенах московского дизайн завода «Флакон» звучат впервые и будто зазывают. Всех, кто находится в арт-пространстве, познакомиться с культурой ненцев. Хадри Акатета и его театр готовятся к приветствию долгожданных гостей. В программе «Национальный танец северных кочевников». Мы знакомимся, танцуем и звуками бубна мы соединяем свои сердца. Дальше люди показывают на празднике свое мастерство, что они умеют делать. То есть не только девушки, что выделывают шкуры, шьют изделия, но и парни показывают ловкость обращения с арканом. Арканом, тензеем, который используется для ловли оленей. Духом ненецкой культуры здесь пропитано буквально все. Красивые пейзажи арктической тундры на фотовыставке, рядом со сценой, экспозиционный чум и национальная одежда кочевников. Здесь же Ксения Евтысая проводит мастер-класс по изготовлению из сукна и клювов птицы ненецкой куколки Ука. Птицы прилетают к нам, осенью улетают. Ненцы считали, что они прилетают с хорошими помыслами к нам, да? А улетают они туда вверх, к Нуму. То, что они видели и слышали на земле. Ну вот, как бы являются непосредниками между людьми и Нумом. Ну, это было одно. Но скажу просто вот практически, что вот эти Ука, это вот сейчас вот были женщины с детьми, были еще. Я вот им рассказывала, говорю, вот девочки, понимаете, говорю, у нас в тундре в магазинах не было. Игрушек не продавали у нас. Но такие игрушки делали мы сами. Для гостей подготовили и гастрономические деликатесы от производителей из Ненецкого округа. На столе для дегустации пастила из морожки и клюквы, северный мармелад, иван-чай и вяленая оленина. Очень вкусно, такой специфический вкус. Сначала непонятно, а потом, когда распробуешь, уже так понимаешь. Когда все гости в сборе, а пришли сюда не одна сотня москвичей и жителей других регионов, на площадке начинается настоящее погружение в атмосферу Ненецкого округа. Собравшимся, рассказывают и показывают, чем же заполярная глубинка со столицей в Нарьинмаре так отличается от остальных северов. Все, кто к нам приезжает, они говорят, что действительно, что нас отличает от Мурманска или от Ямала, это прям ощущение Арктики. То есть люди приехали два часа на самолете, несколько часов в треколе после этого, и ты уже на полярной станции, ты уже у берегов моря, и получаешь максимальные эмоции, и тот опыт, за которым ты ехал, и даже больше. Эмоции. Именно за ними в Арктику ежегодно отправляются сотни путешественников. Пандемия, что говорится, сыграла на руку туристическим фирмам Заполярье, пока закрыты границы с другими странами на севере рады гостям. О повышенном внимании к тундре и арктическому побережью говорят и цифры. Только за начало 2021 года турпоток в Ненецкий округ вырос на 10%. Ни для кого не секрет, что крайний север, Арктика, становится все интереснее и интереснее нашим россиянам. И особенно показав специфические возможности нашего округа, в части климата, гастрономии, культуры, мы вот этим как раз хотим показать, как мы интересны, и всех пригласить, конечно, к нам вовремя. На сцене одна за другой идут интерактивные презентации. История Пустозерска, животный и растительный мир, рассказы о рыбалке и охоте. Один из инициаторов проведения Дней НАУ в Москве Юрий Телюбаев рассказывает потенциальным туристам об отдыхе в Ненецком округе во всех его проявлениях, начиная от экстрима и заканчивая семейными путешествиями. У нас сейчас разработано 9 различных туров, которые будут рассчитаны на разных клиентов. Они будут немножко разный формат иметь, но среди них будут туры и в Каменный город, и сплавы по Тундровым рекам, и туры на Тонбашор, туры просто коленеводам. То есть все то, что представляет интерес для потенциальных наших туристов. Одной из фишек Дней НАУ стал показ стилизованной детской одежды. К вниманию гостей представили спортивные костюмы, платья, тренчкоты и жакеты с элементами ненецкого орнамента и изображением северных животных. У нас показ также, это уже ежегодная традиция. В 2019 году впервые на неделе моды в Москве были представлены коллекции ненецких дизайнеров. Это Суковаровой Ольги Лилии Тайбарей. И в 2020 году также была разработана коллекция для Ольги Кокориной. Это уже детская коллекция. Ещё одним сюрпризом для гостей стало гастрономическое шоу по нарезке мороженой сёмги. Строганины угощали до самого вечера. Северные деликатесы стали весьма приятным дополнением к основной программе, ведь миссия мероприятия – завлечь туристов в Заполярье и показать, насколько разносторонний и интересный регион расположен всего в двух часах лёта от столицы. Здесь речь идёт не только о продуктах питания или о какой-то одежде, или о каких-то других изделиях, но речь идёт и о культурных продуктах, речь идёт о туристических продуктах. Конечно, нашему округу есть что показать. И, конечно, наша сегодняшняя основная задача – привлечь туристов в Ненецкий автономный округ. И я думаю, что вот это мероприятие достигло этой цели, потому что здесь на самом деле сегодня очень много людей, очень много заинтересованных, интересных людей. Всё, что продвигает, рекламирует Ненецкий автономный округ, звучит в Москве, в других городах – это всё на пользу нашим жителям, на пользу продвижения Ненецкого автономного округа, производителей, прежде всего, тур, продуктов. К слову о гостях. По первым подсчётам Днинау посетили около 300 человек. Причём это как москвичи, так и те, кто сегодня скучает по своей малой родине. Я из Наринмара, я уехал очень давно, появляться там, ну, не так часто там появляемся, а тут округ сам заглянул к нам в гости. Мы просто договорились с одноклассниками и встретились здесь. Очень интересовало, очень понравилось, сделано всё просто. Ну, мы первый раз на мероприятиях такого плана, и вот в качестве презентации региона, мне кажется, это, ну, всё сделано прекрасно, действительно, с экономической точки зрения и история. То есть, ну, мы этого ничего не знаем. Вот я жила, родилась, я же был в Москве, там, давным-давно, да, я ничего этого не знаю, но для меня это, конечно, совершенно другой мир. И всё это узнать было очень интересно. И здорово, и приятно увидеть, что люди думают о развитии региона, о привлечении туристов. Днинау в Москве проводились уже во второй раз. Их организаторами выступили Центр развития бизнеса и Центр арктического туризма при поддержке Департамента финансов и экономики Ненецкого округа. Партнёрами мероприятия стали компании Profit Travel, Красный город, Музейное объединение Ненецкого округа, Russia Discovery, проектный офис развития Арктики Пара и авиакомпания Rusline. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Последняя неделя строгого поста у православных подходит к концу. Начало Страстной Седмицы означает скорое приближение Пасхи. Верующие проводят эти дни в молитвах и подготовке к светлому Христову Воскресению. Каждый день недели называют великим и вспоминают определенные события из жизни Иисуса Христа. Завершается Страстная Седмица праздником Великой Пасхи. Пасха – это слово особенное, оно действительно означает переход. И вот последние дни поста, которые мы сейчас переживаем, Страстная Седмица – это действительно сокровенное, особенное время, где не только каждый день, но уже и каждый час приближает нас к благословенной ночи, в которой воссияет свет Христов. Эти дни для православных являются божественным праздником, так как смертью Спасителя и его страданиями в мир пришло спасение. В эти дни не совершаются ни поминовения усопших, ни молебные пения, ни памяти святых. Я хочу в эти дни пожелать всем провести оставшиеся, уже немногие дни Страстной Седмицы в молитве, в подвиге, в трудах и делах добра, к чему и призвал всех нас Господь, чтобы улучить неоскудивающую, безмерную, неумоляемую радость Христового Воскресения. С апостольских времен дни Страстной недели глубоко почитались у христиан. Верующие проводили седмицу в воздержании, в подвигах добродетели и милосердии, а также усердной молитве. Открытая тренировка и диалог на равных с чемпионом мира по боксу. Воспитанники спортивных секций Нарьинмара пообщались с боксером-профессионалом Денисом Лебедевым, а он, в свою очередь, поделился своим мастерством с начинающими спортсменами. Чемпион мира по боксу Денис Лебедев дает уроки мастерства юным спортсменам Ненецкого округа. Ребята внимательно слушают и повторяют. Начинающий боксер Роман Косков считает, что такие встречи – это бесценный опыт. Нужно ввелить себя и тренироваться. Тренер Романа Анатолий Визирякин считает такие встречи для его воспитанников как глоток свежего воздуха – стимул для дальнейшего роста, тем более, что на соревнованиях они показывают весьма неплохие результаты. Вот только бы больше выездных боев и сборов. Для ребят это большое дело. Когда им объявили, они с такой радостью пришли на это. Это реклама, это повышение отношения к спорту, боксу. Это все условия. И мальчики очень слушали, видите, задавали вопросы. Самый именитый боксер высоко оценивает значимость таких встреч. Для юных спортсменов они очень важны. Тем более, что в его спортивной карьере тоже были мастер-классы, о которых он помнит всю жизнь. У меня был мой пример, мой кумир Александр Лебзиак. Вот наш капитан команды. Долго лет он был капитаном команды. И когда наступило мое совершеннолетие, мне исполнилось 18 лет, я был призван в армию. Я приехал в ЦСКА, мой поезд приходит в 6 утра. В 7 уже я был в ЦСКА, в зале. Еще рано. Я лег на кушетку. Калачиком свернулся, сумку положил под голову и ждал, пока откроется. Я проснулся от того, что меня вот так кто-то трепет на плечо. И говорит, вставай, пошли на тренировку. Я открываю глаза, это Александр Борисович Лебзиак. Стоит и улыбается. Визит Дениса Лебедева был организован Федерацией бокса Ненецкого округа совместно с администрацией региона. В первую очередь, для популяризации этого вида спорта среди молодежи. В планах провести в Наринмаре Кубок губернатора по боксу с участием спортсменов из других регионов. Это такое масштабное мероприятие, к которому надо хорошо подготовиться. До этого мы бы хотели, чтобы дети съездили на 2-3 сбора серьезных. Возможно, это будет Северокавказский федеральный округ. Мы сейчас ведем переговоры с Федерацией бокса Дагестана о том, чтобы ребята туда могли выехать. Кроме того, запланированы сборы, чтобы наши боксеры могли повысить свой спортивный уровень. Мы проводим уже не первые соревнования среди ребят и молодых ребят, и видим, как они бьются. И для них приезд Дениса Лебедева звезды – это, конечно, такой мощный стимул. Вот как раз сейчас проходит тренировка, ведь ребята запомнят эту тренировку на всю жизнь. А может быть, кто-то из них станет чемпионами и прославит наш округ. Также юные боксеры Ненецкого округа смогли задать свои вопросы Денису Лебедеву во время диалога на равных. Это образовательный проект Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого проводятся встречи известных людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса с активистами молодежных движений, старшеклассниками и студентами. Ребята, чьи вопросы Денис посчитал лучшими, получили памятные подарки с автографом спортсмена. Пятый юбилейный чемпионат по волейболу среди юношей и девушек на Кубок общества «Динамо» открылся накануне в Наринмаре. Среди участников – воспитанники детско-юношеского центра «Лидер» и дворца спорта «Норд». Игры будут проходить в течение недели. До начала игры буквально считанные минуты. Участники разминаются и настраиваются на победу. Марианна Горбань – игрок команды «Лидер-2», уверена в своих товарищах. Девушка имеет большой опыт в этом виде спорта. Мне очень нравится команда. Тут девочки каждую друг другу поддержат. И тут все равны. Тут невозможно сказать, что я сильнее кого-то. Мне кажется, что все просто равны. Святослав Карцев из команды «Лидер-3». Напротив, новичок. Всерьез волейболом занялся всего несколько месяцев назад. Он уверен, главный залог успеха – сплоченная команда. Сплоченная команда и командная работа. Ну, то есть, как бы, помогать друг другу, страховать. Если кто-то не смог, то не расстраиваться. Главное – поддержка. Соревнования среди юношей и девушек проходят в трех возрастных категориях. В группах соревнования идут по круговой системе. То есть, каждая команда играет с каждой. Сильнейшего выявят по наибольшему количеству набранных очков. Это детский спорт. Тут непредсказуемый результат. Дети эмоциональные. Всякое бывает. Поэтому победит. Может быть, сильнейший. Может быть, кому больше повезет. Соревнования проходят в рамках проекта «Детский спорт». Открывает юбилейный чемпионат на Кубок общества «Динамо» начальник управления внутренних дел полковник полиции Максим Кузнецов. Общественная организация «Динамо» очень активно участвует в развитии и популяризации спорта и развития в том числе детского спорта, юношеского спорта. Поэтому мы проводим ежегодно такой чемпионат по популярному массовому виду спорта – волейбол. Команды победителей получат медали и кубки. Кроме того, в ходе соревнований определяют лучших игроков. Все участники будут отмечены сладкими призами. Мне кажется, оно очень важно и нужно, потому что, во-первых, дети, они же тренируются, ходят на спорт вечерами, они сидят в компьютерах, как вот сейчас многие. И, видите, занимаются от 6 до 16 лет. Возраст детей в этом участвует в турнире от 6 до 16 лет. Конечно, обязательно. Спорт – это прежде всего. Это жизнь. Соревнования продлятся в течение недели. Награждение победителей состоится 30 апреля. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Встретимся в эфире. Семья. Продолжение следует...